Выводы ученых шокировали Всемирную Организацию Здравоохранения. Оказывается, дышать грязным воздухом даже более вредно, чем курить. От плохой экологии в мире каждый год умирают 9 миллионов человек. Загрязнение атмосферы сократило среднюю продолжительность жизни людей на планете почти на 2 года. Опасные вещества, как правило, не пахнут, если только они не сосвалки, которые стали элементом пейзажа окрестностей и больших городов и индикатором того, как человек относится к экологии. Какие пути мир ищет, чтобы спасти планету от мусора? И как Беларусь намерена свернуть свои горы? Агентство телевизионных новостей готовит к эфиру проблемный специальный репортаж. Смотрите уже сегодня вечером. Памятник человечеству или как отходы превратить в доходы? Наши горы уже видны из космоса. Мы просто окажемся у черты, когда негде будет захоранивать. Почему Европа уходит от пластика? Идут по пути как раз предупрещения образования отходов. Ищут и как взять лучшее, не наступив на чужие грабли. Достаточно серьезная ниша для последующего экспорта такой продукции. Специальный репортаж. Свернуть горы. То, что вы сейчас видите, Минск накопил всего за 11 лет. Во вторник вечером на Беларусь-1. В этом месяце президент Александр Лукашенко подписал директиву номер 7 о совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны. Она, в числе прочего, предлагает поэтапный отказ от полиэтиленовой упаковки и ее замену на экологически безопасную. В том числе и стекла и бумаги. Эта директива очень порадовала и экологов, и каждого жителя нашей страны, кому не безразлична тема экологии, окружающей нас среды. Вскоре в Беларуси появится план действий, который утвердит Совмин. Но обязательно лишь дать распоряжений, чтобы внести свой вклад в улучшение экологии. Хочешь изменить мир? Начни с себя. Под условной рубрикой «Начни с себя» в нашей программе будут выходить материалы на тему того, как маленькие усилия каждого из нас помогут нашей стране, нашей планете, а значит, каждому из нас и будущим поколениям. Сегодня поговорим об утилизации шин. Сразу после сюжета у нас в студии появятся специальные гости. В среднем пробег автомобильных шин составляет до 45 тысяч километров, после чего с покрышками придется попрощаться. Но что делать со служившей резиной? Сдать колеса можно в ИСТО и в специализированные компании. К слову, в интернете найти подобную организацию не составит труда. Шины сдаются в специальная организация, которая занимается заготовкой изношенных шин. Физические лица могут сдать изношенные шины в количестве где-то до 10 колес, в зависимости от количества автомобилей, на безвозмездной основе. Все непригодные для езды покрышки отправляются на завод по переработке. Правда, практика показывает, автомобилисты довольно редко сдают шины на утилизацию. Зато в сезон переобувки на мусорных площадках или того хуже, на природе колес хоть отбавляй. А ведь за это даже статья предусмотрена. Ответственность достаточно серьезная в виде штрафа на физическое лицо от 5 до 50 базовых величин, на юридическое до 1 тысячи базовых величин. Как правило, привлекают к ответственности за данный вид правонарушения организации, которая осуществляет эксплуатацию жилищного фонда или предоставление коммунальных услуг. Составляется протокол, выносится постановление о привлечении лица к административной ответственности. Но человек, сам того не понимая, наказывает себя гораздо больше, ведь колеса разлагаются более 100 лет. И все это время выделяют в атмосферу около 15 токсичных веществ, которые могут вызвать онкологию. Ни в коем случае нельзя сжигать шины в неприспособленных для этого установках. Хоть бы даже это были какие-то мелкие котельные, или там печи, тем более костры и так далее. Здесь при сжигании выделяется, при низких температурах выделяется масса вредных веществ, которые рассеиваются тут же в окружающую среду, где вы живете. Самые опасные из них – это стойкие органические загрязнители, которые в природе не разлагаются, накапливаются и вредно влияют на здоровье человека. Это диоксины, это фураны. Шедевры из резины на огороде заражают весь участок. И вместо витаминов ваш урожай будет насыщен бензолом, ксилолом и прочими вредными соединениями. Использованная резина может принести гораздо больше выгоды при переработке. Только из тонны старых покрышек получается 600 килограммов материала, из которого можно сделать новые колеса. Порядка 80% объема использования шин – это переработка шин в крошку резиновую, извлечение из шин кордок и изготовление из этой крошки различных резинотехнических изделий. В том числе для спортивных сооружений, для детских площадок, для молочно-товатных, транспортных сооружений и так далее. Вред от покрышек не заметен человеческому глазу, но очень отражается на здоровье. Не выбрасывайте шины, измените мир к лучшему, начните с себя. Ага, вот видите, у нас уже беседа интересная намечается. А все почему? Потому что будем говорить о шинах, дорогие друзья. Что с ними можно делать после того, как по прямому своему назначению они уже срок отслужили? Кроме лебедей, естественно, рядом со столовой, и кроме как еще тренировать американских солдат. Знаешь, когда бросают вот так, и нужно бегать по ней. У нас во дворе такое было, я очень долго сама по ним бегала. Знаешь, это как была популярная программа, только у тебя во дворе. Очень даже замечательно. В общем, друзья, встречайте, у нас в студии руководитель предприятия по переработке изношенных шин Александр Савкин. Александр, доброе утро. Доброе утро. Вот честно сказать, до сегодняшнего дня никогда не задумывалась, куда же уходят мои изношенные шины. Куда уходят шины, в какие города, как пелось в одной известной песне. То есть я все дела сделала в совотестных местах, где за машиной смотрят. Муж забрал, что-то с ними сделал. Что делать нормальным людям? Расскажите. Нормальным людям, что делать? У которых нет мужья. Или у которых есть мужья. У которых есть мужья. Куда муж их относится? Ну, мы сейчас уже посмотрели, куда, в общем-то, сдают шины. И оно, в том числе, попадает на наше предприятие по переработке. И я могу сказать, что это все-таки вопрос к юридическим лицам, они сдают. А вот да вам девать, тут я не знаю. А что касается технологии переработки, рассказать все-таки, наверное, по-моему... Александр, пожалуйста, вот приходит к вам шина, вы на нее смотрите и говорите, ах, хорошая, может поездить? Нет, буду перерабатывать. Большинство людей думает, что мы их сжигаем, потому что, когда слышат, что переработка шин, они сразу предполагают, что мы их сжигаем, и она как-то исчезает. В этом взгляде было бы видно очень издалека. Да, очень издалека, но хотя такая технология тоже существует. У нас технология все-таки попроще. Механическое дробление. Мы попросту шину дробим. Первоначально, конечно, готовим к дроблению, то есть достаем мы из нее проволоку, режем на мелкие кусочки, ну, подходящие кусочки для дробления, и отправляем в путешествие по линии переработки, где разделяем ее на компоненты. Шина состоит из нескольких компонентов, самая основная, это, собственно говоря, резина, текстильный корт и металлический корт. И во время путешествия она отделяется, это все. Самый ценный продукт, который мы получаем, это резиновая крошка. Так, что с ней потом делают? С ней очень большой список того, чего можно сделать. Начиная от покрытия. Я боюсь, да, я боюсь все не назвать, но основное, то, что используется в Беларуси в том числе, и я думаю, что к европейским играм мы потребим очень большое количество резиновой крошки для производства травмобезопасных спортивных покрытий, в том числе наливных полов. Это основное наше потребление резиновой крошки. Вот то, что вот для стадионов лежат, вот эти, да, зеленые поверхности спортивные, да? Да, это все резиновая крошка. Такое вот мягенькое. А, понятно. А почему нельзя из этой крошки сделать новую шину? Вот мне интересно, мне так казалось. Потому что изначально шина вулканизируется, то есть резина теряет свою структуру уже. Потому что нам нужно изначально сделать все-таки каучук, каучук вулканизируется, получается шина. Мы не можем, процесс обратный, не имеет обратной силы. Я себя чувствую лишней в этом разговоре. Ну ничего страшного. То есть я поняла, что нужно взять шины и отнести специальным людям, и они там с ней разберутся. А вот все, что между этим происходит, как-то... А всю ли шину можно приносить? Или есть какие-то, может, по этому поводу? Ну, есть какой-то вопрос, скорее всего, в габаритах шин. Наше предприятие перерабатывает абсолютно все шины, любого размера. То есть от Белаза тоже можно прикатить? Без проблем. Так, ага. То есть вообще... Ну вы его прикатить не сможете, оно очень тяжелое, честно говоря. Я сегодня зарядку делал, вы видели. Он уже умеет. А вот скажите, это платная услуга, то есть прийти и сдать вам шины, или все-таки наоборот? Вы имеете в виду конкретно наше предприятие, либо по стране? Вообще, в принципе, мне интересно. То есть это же в наших интересах сохранить экологическую ситуацию, чтобы шина переработалась правильно. Мы принимаем бесплатно. Но есть большое количество предприятий и приемщиков шин, которые принимают за деньги. Именно поэтому люди говорят, зачем за это платить, пойду-ка я выкину лучше на свалку. В основном не на свалку, в основном мусорный контейнер, потому что шиномонтажка, скорее всего, не будет забирать. А вот мы за эфиром разговаривали, я немножечко, как принято говорить, спалил своих шиномонтеров, если так можно сказать. Потому что я сказал, что я у них всегда оставляю резину, а там они уже как с ней обращаются, я не знаю. И на что получил радикальный ответ, что это неправильно, потому что они все это выбрасывают. Правильно? Ну, некоторые сдают нам, у нас есть какие-то договора с шиномонтажем, но мы не можем все их успеть. Потому что в момент переобувки, когда идет сейчас переобувка, нужно объездить их каждый день. Потому что на улице оставлять шину нельзя. Это все-таки для наших экологов это отход. Для нас это сырье. А для экологов это отход третьего класса опасности. И оставлять его без присмотра категорически нельзя. А шипованную резину вам приносят? Приносят, но ее крайне опасно перерабатывать. Я поясню почему. Потому что все-таки переработка шин это тоже пожароопасное такое мероприятие. И сам шип, когда он попадает в наш конвейер, он не магнитится. Он идет дальше. Он идет дальше в текстиль. Когда он попадает в текстиль, то есть он изначально нагревается очень сильно, потому что технологии дробления подразумевают собой механическую дробилку. И он за счет движения частиц своих нагревается. Попадает в текстиль. И он может очень долго тлеть, и из-за этого может попасть в пожар. А вообще сама технология переработки это затратный процесс? Да. Довольно затратный процесс. И в основном, конечно, это электроэнергия и рабочие силы. Но понятно. В 2000-е занимает большой процент. Если нас слушают какие-то будущие конкуренты Александра, то подумайте дважды. Уже может не стоит свое открывать, а просто Александру приносить то самое сырье, о котором мы говорили. Александр Савкин сегодня был вместе с нами, руководителем предприятия по переработке тех самых изношенных шин.